Новости Ольга Калаирова 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 Мопит Мопит строит За какие-то там копейки Основная прибыль остается у этого частника В этом плане вы как работаете? Мы на сегодняшний день провели работу по изысканию площадок Сейчас активно по строительству сетей работаем и выходим на то, что в следующие годы максимально загрузить эти предприятия, чтобы они работали и строили жилье по этим категориям, которые мы говорим. На сегодняшний день загрузка МОПИДа уже порядка выше 80% завода эффективных промышленных конструкций. Также сейчас они заканчивают модернизацию завода и площадки для них уже обозначены с перспективой на два года. Будем работу в этом отношении продолжать. Чтобы мы не возвращались больше к этому вопросу и не имели неприятных разговоров, они должны в первоочередном плане быть загружены. С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров. По завершении посещения предприятия Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру, а он отдал его семье военнослужащего, заметив, что это подарок государственный и президент не имеет права принимать такие. Следите за подробностями в наших следующих выпусках. Паломники Хасиды массово покидают нейтральную территорию между Белоруссией и Украиной. Напомним, сотни верующих из Израиля прибыли транзитом в нашу страну, чтобы попасть к святым местам в Украине и по традиции встретить там Новый год. Однако украинская сторона ответила паломникам отказом и закрыла пункт пропуска Новая Яриловича. На нейтральной территории под открытым небом люди находились четверо суток в надежде все-таки попасть в Украину. Среди паломников были маленькие дети и беременные женщины. Холодный фронт, накрывший Беларусь вчера, заставил их покинуть стихийный палаточный лагерь. Только с полуночи до 9.30 утра на территорию Беларуси вернулись 570 человек. Это примерно половина от общего количества. После 10 утра поток увеличился. Ожидается, что нейтральную зону покинут все Хасиды. Органами пограничной службы приняты максимально все меры для быстрого и комфортного пересечения государственной границы на территорию Республики Беларусь и веревыми Хасидами. Ситуация на данный момент контролируема. Каких-либо массовых скоплений как в пункте пропуска, так и перед пунктами пропуска на въезд в Республику Беларусь не наблюдаем. Я поеду в Пинск. Там найду отель, где можно поспать и поесть. Я очень устал. Четыре дня я спал на земле и было очень холодно. К тому же шел дождь. Спасибо за поддержку Беларуси. На данный момент организована доставка автобуса к границе, чтобы вывезти оттуда людей. Большинство планирует в ближайшее время вернуться на родину, либо отправиться в Пинск, где они собираются встретить Новый год по всем традициям. Тем временем сотни протестующих собрались в центре Тель-Авива на демонстрации против возобновления локдауна. Митингующие утверждают, что меры по борьбе с коронавирусом были преувеличены. По их словам, правительство специально оставляет людей в запертих квартирах, чтобы тем временем лоббировать свои интересы. К слову, сейчас количество заболевших в Израиле уже переваливает за 175 тысяч человек. И уже через час в стране закроются школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Жителям страны разрешено удаляться от дома на расстоянии более 500 метров лишь в исключительных случаях. В Калифорнии продолжается борьба с природными пожарами. В округе Лос-Анджелеса с помощью самолета удалось успешно локализовать пламя. В ряде районов продолжают эвакуировать тысячи жителей. Огонь бушует на более чем 20 тысячах гектаров. По прогнозам пожарных, полностью укротить стихию удастся не ранее конца октября. А в Белоруссии в выходные ожидаются первые ночные заморозки. Днем будет до 24 градусов и без осадков. Небольшой дождь возможен лишь по северо-востоку. В ночь на понедельник местами по юго-востоку страны ожидаются слабые заморозки до 0-2. Дневные температуры будут комфортные от плюс 14 до плюс 20 градусов тепла. А по югу будет еще теплее. Здесь воздух прогреется до 22-24 тепла. В начале рабочей недели также будет сухо, солнечно и прохладно. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Всего доброго.